МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире НТС. В это время, как всегда, новости в студии. Манас Ачгитов и Айджан Казакбаева. Добрый вечер. В начале анонса главных событий, произошедших сегодня. Кто ответит за увечья? По факту крушения навеса на рынке Алка началась доследственная проверка. Две пострадавшие женщины вышли из комы 5 человек. По-прежнему в больнице. Нападение вирусной инфекции из-за ОРВИ. В 8 столичных школах объявлен карантин. Занятия отменяются на 5 дней. Медикам приказано работать по выходным. Ситуация близка к порогу эпидемии. Опять скандал вокруг лекарств. Генпрокуратура завела очередное уголовное дело по факту махинации в сфере лекарственного обеспечения. Подробности в этом выпуске. Будут ли новогодние каникулы? Информация о том, что с 3 января уже на работу, оказалась недостоверной. В Кабмине этот вопрос лишь приступили рассматривать. Профильное министерство для комментариев недоступно. А теперь все подробности в столице. Закрылись 8 школ на карантин. Об этом сообщают санэпидемнадзорья. В общеобразовательных учреждениях выявлен высокий уровень ОРВИ. По информации ведомства, мониторинг осуществляется по разным критериям. Это и процент болеющих учеников, количество госпитализированных и обратившихся с признаками гриппа в поликлинике. В ходе очередной проверки выяснилось, что в школах номер 6, 12, 22, 28, 40, 57 и 79 занятия не посещают почти треть от всех учащихся. Учебный процесс решено приостановить на 5 дней. В связи с негативной эпидемиологической ситуацией в Бишкеке, завтра будет проведено заседание Координационного комитета по примерии. Всего, начиная с октября, в столице зарегистрировано почти 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на полторы тысячи больше предыдущего показателя. Наибольшее количество заболевших приходится на детей до 14 лет. Воскресенье С декабря месяца в связи с ростом вирусной инфекции будут выходить все специалисты поликлиник по полному рабочему графику. То есть до суббота включительно это будут рабочие дни, а в воскресенье только будут работать дежуранты. Будем принимать всех больных по обращаемости. Вышли из комы, но состояние еще тяжелое. Врачи Бишкекского НИИ травматологии и ортопедии сообщают, что две женщины, находившиеся в сквоматозном состоянии, пришли в себя. Сейчас медики оказывают всю необходимую реанимационную помощь. Напомним, накануне на рынке Алкан обрушился навес, пострадали 5 человек. Правоохранительные органы сейчас проводят доследственную проверку. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Тем временем руководство рынка обещает оказать пострадавшим необходимую помощь. А в торговом комплексе началась проверка стойкости конструкции. Подробности в нашем следующем сюжете. Кто виноват в том, что крыша торгового комплекса Алкан-Базары рухнула на посетителей, теперь будет выяснять следствие. Сейчас по данному факту милиционеры собирают материалы. Следователям предстоит допросить не только администрацию, но и подрядчиков, проводивших ремонт крыши, а возможно и поставщиков материалов. В результате обвала в БНИТ-100 города Бишкек с телесными повреждениями различной тяжести были доставлены 5 человек. В данное время по данному материалу проводится доследственная проверка. Сейчас говорить о степени вины, это преждевременно. У нас согласно УПК есть срок разрешения материала. Поэтому в течение 10 дней, если в этот срок не уложимся, продлимся еще на месяц и будем устанавливать наличие вины соответствующих лиц. В администрации рынка говорят, что вины с себя не снимают. Пострадавшим, по словам вице-президента Алкан-Базары, будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас на месте крушения идут ремонтные работы. Администрация Базара пытается убедить арендаторов закрыть контейнеры до тех пор, пока не будут укреплены все конструкции. Однако люди отказываются уходить с торговых рядов. Сварочные работы ввести в ночное время крайне тяжело. Нужен световой день. Сейчас у нас начало декабря, световой день крайне маленький. Мы предупреждали арендаторов о том, что мы будем делать какие-то ремонтные работы небольшие. И желательно, чтобы вы, грубо говоря, не открывали контейнер. И мы быстрее произведем ремонт. Ну, как вы понимаете, не среди всех наших арендаторов мы нашли отклик. Кто-то давил на то, что есть какие-то обязательства перед теми, кто приехал на рынок. Кто-то говорил, что вот Новый год, сейчас сезон закончится. Это последний наш момент, когда мы можем что-то продать. Кто-то говорил там. Ну, в общем, очень много мы слышали. И мы шли на встречу. Мы сказали, окей, давайте просто мы вас будем раньше закрывать положенного. Но с утра вы отработаете. Вот. Ну, это, наверное, самая такая печальная и самая большая ошибка, которую сделала наша администрация. Это то, что мы пошли на поводу наших арендаторов. ЧП на рынке Алканов вынудила задуматься о безопасности и администрации остальных торговых комплексов, входящих в рынок Дордой. Всего это 12 мини-базаров. По словам председателя профсоюза работников рынка Дамиры Долоталиевой, сейчас производится оценка устойчивости конструкции и очистка их от снега. Мы полностью на рынке Дордой вечером после четырех и охраны, и контролеры, в том числе и старшие ряды профсоюз, полностью смотрим крыши, насколько там, где что нужно, и ведутся очистные работы. Очистку мы делали, проделывали уже в течение 20 дней. На сегодняшний день рынок работает в обычном режиме. Поверьте мне, что мы тоже боимся, чтобы не произошло такого же случая, чтобы не повторилось. Сейчас в реанимации по-прежнему остаются двое пострадавших. Они уже пришли в сознание, но их состояние все еще оценивается как тяжелое. В администрации рынка обещают, что будут помогать раненым до полного выздоровления. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. Между тем, сегодня на том же рынке Алкан-Базары от снега вновь рухнула кровля. Об этом журналистам сообщили очевидцы. Навес обвалился во время очистки снега. Обошлось без жертв. Проследование другого ЧП, которое случилось также накануне в Бишкеке, начала противопожарная служба. Накануне, напомним, на юге столицы в результате пожара практически полностью сгорело здание церкви Иисуса Христа по улице Аллы Токумбаева. Огнем было уничтожено практически все имущество дома молитвы. От огня также пострадала и частная школа. В расположенном рядом учебном заведении также приступили к оценке нанесенного ущерба. Однако предъявлять какие-то материальные претензии к служителям церкви школа не собирается. Версии, от чего загорелось здание, на данный момент две. Какие именно, далее расскажет Болот Исаев. 1800 квадратных метров возгорания, 6 противопожарных расчетов, 4 водосбора и 6 автоцистерн. Пожарно разгоревшийся накануне в здании южного филиала церкви Иисуса Христа удалось потушить лишь спустя 10 часов с момента возгорания. Версии причин возникновения огня на данный момент две. Непотушенная сигарета или короткое замыкание. После утренней молитвы в здании церкви оставалось 5 человек. По их словам, пламя распространилось почти моментально и началось неизвестно откуда. Из имущества почти ничего спасти не удалось. Любимые мои книги. А так? Практически ничего не осталось. Ни аппаратуру не успели не вынести. Ничего. Все это настолько воспламенилось быстро. Просто ни с того ни с чего, как сверху началось все это. И весь верх начал гореть. И вот пошел он в школу. По предварительным данным, возгорание случилось в подсобке. Стены здания дома молитвы были полностью обшиты легковоспламеняющимися горючими материалами. Не слишком высокую, по словам пожарных, температуру не выдержали легкие металлоконструкции. Кровля в церкви обрушилась почти полностью. Быстрому распространению огня способствовало и полное отсутствие подачи воды. Близи зданий не оказалось ни одного гидранта. Не менее двух гидрантов должно было быть. Ни одного гидранта нет. Опять пришлось организовать тушение пожара путем подвоза воды. Ближайший гидрант находился примерно где-то 500 метров. 500 метров подвоза. Это тоже понимаете, пока машина приедет, там же затор. Пробки большие были. Тоже время уходило. К оценке нанесенного ущерба приступили сегодня утром, расположенный смежно к зданию церкви учебным заведением. По словам директора школы, от перекинувшегося пламени в их здании пострадали фойе нескольких этажей, частично столовая, кухонные помещения и около десятка учебных кабинетов вместе с их содержимым. В основном это документация, мебель учебная в классах. И, конечно, и дорогая оргтехника. Наши же классы были оснащены интерактивными досками, компьютерами в классах. Это тоже пострадало. По информации госэкотехинспекции, распространенной накануне при проверке здания в прошлом году, было выявлено 6 нарушений норм, которые были устранены при повторной проверке. Однако в противопожарной службе заявили о том, что материал алюкобонд, которым были обшиты стены здания, не должен применяться согласно закону о пожарной безопасности. Тем не менее, по словам инспектора Болотатуя Чиева, и в 2014 и в 2015 годах при проведении плановой проверки здание было признано полностью соответствующим нормам экологической, технической и пожарной безопасности. Эффективность плановых проверок, по словам инспектора, практически сводится к нулю из-за того, что, согласно закону, за 10 дней до проведения проверки они обязаны уведомить об этом руководство объектов. Берет те же, например, огнедушители, те же рукава и так далее, убирает газовые баллоны, тем самым приведя свое помещение в соответствие. До того, когда приходит уже проверка. На момент прихода проверки в принципе тех замечаний уже нет, и то или иное помещение стоит в идеальном состоянии. По словам директора школы, ремонт учебных классов займет приблизительно месяц. На замену облицовки здания уйдет гораздо больше времени. Тем не менее, обращаться за материальной компенсацией к религиозному учреждению в школе не собираются. Многие ученики, дети и ее прихожан. Сейчас проводится расследование причин возгорания церкви. Болт Исаев, Асхат Касымбеков, НТС. Сегодня президент подписал ряд кадровых указов, как сообщает пресс-служба главы государства. Асхат Касымбеков, согласно поданному заявлению, освободил от должности председателя нацкомиссии по госязыку Эгемберди Эрматова. Орусбек Молдалиев освобожден от должности директора госкомиссии по делам религий, также согласно поданному заявлению. С аналогичной формулировкой уволен с должности советника президента Ибусурман Култабалдиев. Кто назначен на освободившиеся посты, пока не сообщается. Десять уголовных дел за один год и все за злоупотребление должностным положением. В Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники, по данным прокуратуры, сотрудники присваивали средства с регистрацией лекарств. Оформляя их по упрощенной схеме, разницу незаконно клали себе в карман. Ущерб государству, по данным прокуратуры, составил 23 миллиона сомов. Был также выявлен факт незаконного ввоза биологически активных добавок. Всего в республике зарегистрировано более 6 тысяч различных лекарственных препаратов. Эффективность применения большинства из них у специалистов вызывает все больше сомнений. Екатерина Ступкина узнала все подробности. Качество не контролирует препараты пустышки, регистрирует, при тендрах завышают цены на лекарства. Такие выводы сделаны на заседании парламентского комитета по социальным вопросам образованию, культуре и здравоохранению пару дней назад, опираясь на результаты проверки департамента лекарственного обеспечения. Кроме того, народные избранники сообщили, что временной рабочей группе предлагали поощрение, если те на нарушение закроют глаза. Ежегодно в Кыргызстан поступают лекарств на 15 миллиардов сомов. В департаменте говорят, что с них прибыли 70 миллионов. Но у меня есть информация, что оборот средств в ДЛО составляет 200 миллионов. Где эти деньги? Речь тут явно идет о коррупции. На 70% лекарств нет заключения, а те, что приходят из Европы, третисортные. Когда они попадают на проверку в лаборатории, то анализ препарата не проводят. Люди не животные, чтобы на них опыты ставили. Депутаты дали поручение Генеральной прокуратуре проверить выявленные факты. В свою очередь, в главном надзорном органе страны сообщили, что с 2012 года ДЛО проверяли 22 раза. За это время на департамент было заведено 13 уголовных дел. 10 в этом году. Все по статье злоупотребления должностным положением. Оказалось, что сотрудники регистрировали препараты по упрощенной схеме, которая и время экономит, и дешевле стандартной. По приз куранту зарегистрировать лекарство стоит 1500 долларов. И занимает эта процедура 2-3 месяца. Упрощенная регистрация обходится в 1000 долларов. Также был выявлен факт незаконного ввоза на территорию республики биологически активных добавок. Одно дело окончено расследованием и направлено в Ленинский район суд города Бишкек, который находится на стадии рассмотрения. По 9 остальным уголовным делам в настоящее время ведется следствие. По указанным уголовным делам предварительный ущерб, причиненный государству, составил более 22 миллионов сомов. Но для уточнения реальной суммы, причиненного ущерба государству, назначены налоговые проверки и аудиты, проводимые счетной палатой. В свою очередь в ДЛО информацию опровергают. Говорят, что не все уголовные дела касаются сотрудников департамента. Лишь два. Остальные же заведены на фармкомпании. Коррупционных лазеек нет. Все регистрируется строго по закону. Для обвинения депутатов попытки откупиться от проверки действительности не соответствуют. Была создана рабочая группа на основании якобы 19 академиков, которые написали якобы обращение господину Бомбеку. На самом деле, насколько я интересовался, у нас в стране всего 6 академиков-медиков, поэтому никак 19 их не может быть. Поэтому я считаю, что такого обращения, наверное, не было. На основании этого, значит, вот эта вся комиссия пошла. Я думаю, что есть определенный интерес к работе нашего департамента. И поэтому была вот эта создана комиссия. Я еще раз заявляю, что я лично с теми депутатами, о которых это было сказано, я лично ни с кем не знаком. В свою очередь депутаты, состоящие в комитете, обратились к премьер-министру с письмом, в котором просят снять директора департамента с должности. Всего в Кыргызстане зарегистрировано более 6 тысяч препаратов. По данным специалистов, большая половина из них является неэффективной. Екатерина Стопкина, Манас Бакешев, НТС. К происшествиям за рубежом в турецком городе Адана. В результате пожара в школьном общежитии погибли дети. По последним данным, спасатели обнаружили 12 обгоревших тел, 11 из которых несовершеннолетние. Более 20 пострадавших находятся в больнице. Многие из них в попытке спастись выпрыгивали из окон горящего здания. Как сообщается, возгорание, скорее всего, возникло из-за короткого замыкания. В Бразилии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в Колумбии. Накануне утром, напомним, пассажирский лайнер потерпел крушение провинции Антиокия. Погибли 76 человек. Выжили всего пятеро. Отметим, на борту самолета находилась команда бразильского футбольного клуба Шапикоэнсе. Она летела в город Мадельин на северо-западе Колумбии, где должна была сыграть с местным клубом Атлетика Националь. По мнению бразильских авиационных экспертов, причиной катастрофы самолета могла стать нехватка топлива. Конфедерация южноамериканского футбола в связи с трагедией объявила о приостановлении всех международных соревнований под ее эгидой. Сколько дней будут отдыхать кыргызстанцы в период новогодних праздников, правительстве еще не решили. Как рассказала вице-премьер-министр Челпон Султанбекова, официального постановления о праздничных и выходных днях января пока не выходило. Отметим, некоторые информагентства распространили сообщение, что рабочие дни в стране начнутся уже с 3 января, и никаких традиционных новогодних каникул не будет. Эта новость, мягко говоря, вызвала удивление среди жителей, но, как разъяснили в Кабмине, вопрос этот будет выставлен на рассмотрение лишь в декабре. Информация о том, что зимние каникулы на предприятиях и в государственных учреждениях страны на этот раз в правительстве решили отменить, появилась на некоторых информационных сайтах на прошлой неделе. Сообщения вышли со ссылкой на Министерство труда и социального развития. Там якобы уже определили продолжительность праздничных выходных после наступления Нового года. И будет их, по сути, всего два дня, так как 1 января выпадает на воскресенье и переносится на понедельник, а со вторника, 3-го числа, начинаются обычные трудовые будни. Я против этого. Каникулы нам нужны. Если человек будет работать без продыха, то толку от такого работника будет мало. Каждому трудящемуся, так же, как и учащемуся в школе, нужно хотя бы неделю для полноценного отдыха. И уже со свежей головой и мыслями приступать к труду. Тем более праздники. Нам нужны зимние каникулы. Я бы даже сказал, что сделать их надо весь январь. В январе всегда очень холодно. Я считаю, правильнее было бы тогда продлить отдых за счет летнего месяца. Во многих частных организациях также восприняли эту новость как официальную информацию министерства. Некоторые компании в спешном порядке начали перестраивать рабочий график. Впрочем, частникам это не в новинку. Зачастую там отрабатывают непродолжительные праздничные каникулы за счет последующих выходных. Преимущественно в субботу или реже в воскресенье. Поэтому, как таковым длительным зимним праздником, сотрудники таких предприятий относятся скептически. Так как я работаю частной организацией, и по субботу мы отрабатываем. А так, если каникул не будет, то отработки тоже не будет. Это очень хорошо. Тем не менее, отмену зимних новогодних каникул члены правительства опровергают. Вопрос этот, как стало известно, на повестку дня в Кабмине даже не выставлялся. В министерстве экстренно принимали решения лишь по школам, а по другим организациям вопрос остается открытым. В правительстве такой вопрос еще не стоял, он не обсуждался. Есть, конечно, некоторые школы, которые мы вынуждены закрывать в связи с ОРВ, потому что дети болеют. В отдаленных районах некоторые школы закрыты в связи с тем, что отопительная система в некоторых школах не работает. А так вопрос такой не стоял еще. Мы ее еще пока не обсуждали, этот вопрос пока не стоит. Пока же с уверенностью можно сказать, что новогодних выходных в январе ожидается как минимум два. 7 января христианский праздник Рождества также выпадает на выходной, субботу. Поэтому, скорее всего, его перенесут на 10-е, понедельник. Алексей Немашкал, Миринта Шибекова, Самат Далатахунов, НТС. Школа стоит, а руководителя нет. Точнее, был бы, если бы не уволили. Недавно отстранили от должности директора спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Ленинского района столицы Кучкорбека Кулматова. Как считает коллектив учреждения, причины для увольнения необоснованные. Кроме того, говорят, там при принятии такого решения не учитывались достижения Кучкорбека Кулматова. С тех пор, как сменился председатель Бешкекского городского комитета по физической культуре, спорту и туризму, им мешают работать. Как они говорят, сначала взялись за тренеров, а потом и за директора. На двери в кабинет еще висит табличка с именем уже бывшего директора школы. Внутри все осталось, как и было при Кучкорбеке Кулматове. Грамоты, которые ему вручало у руководства города и фотографии, на которых он запечатлен. Вот здесь вот получает отмеря, здесь вот, посмотрите, награждение получает. И лучший судей, он стал в мире, вот смотрите, председатель тела, Мартинель, ты вручает тоже. Видите, он четыресты судил в Олимпиадах. Представьте, четыресты лучших судей выбирает в Олимпиадах. Приказ об увольнении Кучкорбека Кулматова, по словам персонала спортшколы, поступил в середине ноября от горспорткомитета. С начала года школу проверяли генпрокуратура, АКС, мэрия, говорят тренеры. Но никаких нарушений найдено не было. А вот недавно наведавшаяся к ним комиссия от городского спорткомитета нашла несколько оснований для увольнения директора. Там получилось, как пришла комиссия, нет тренера на работе, но у него сын заболел. И тут я не думаю, не считаю, что надо человека уволить с работы. Это не основание, чтобы... Если вот сейчас того же зять Моркобылова, если кто-то, он является председателем городского комитета, а кто-то из его руководителей, там, звенок, ну, спортивных школ, придет, он его на работе не будет, вдруг что-то случилось, что его за это уволить, что ли? Ну, и вот, честно говоря, я никак не пойму позицию нашего председателя спорткомитета. Между тем, в профильном комитете Бишкека посчитали, что эти причины, а также другие, достаточно весомые, чтобы уволить Качкарбека Кулматова. 24 года руководившего спортивно-детско-юношеской школой Олимпийского резерва Ленинского района. С социальным отделом и городским финансовым управлением совместная комиссия была. По решению комиссии он был уволен. По трудовым кодексам было нарушение и по тренерам, которые они давали тренерских часов во время проверок. И этих тренеров не было на рабочем месте. Дети были на улице без тренера. За 20 лет работы, там по улучшению школы, там никаких действий не было оказано. Сейчас место главы спортивно-детско-юношеской школы Олимпийского резерва Ленинского района столицы пустует. А Качкарбек Кулматов лежит в больнице. Когда он узнал о своем отстранении, ему стало плохо. Сотрудникам еще не объявили, кто будет ими руководить. Но никто другой в качестве директора, кроме Качкарбеку Кулматова, им не нужен. Он ставит вину, что на этой базе за такое время не построили никаких спортивных сооружений. Неоднократно директор сам искал инвесторов. Сделали проект на спортивное сооружение. Предоставляли разным иностранным инвесторам. Они отказывались ввиду того, что земля муниципальная. С этим проектом я обращался в отдел капитального строительства в мире. Они взяли этот проект, просмотрели, прочитали и на этот год отписали, что нет средств на построение такого объекта. Коллектив просит вернуть его на прежнее место. Письмо уже отправлено на имя мэра Бишкека. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Ну а пока в спортшколе продолжаются кадровые споры. Хорошая новость у нас есть от Отечественной Федерации по смешанным боевым искусствам. Бишкек Ильош в следующем году, возможно, станет местом проведения чемпионата Азии по ММА. Об этом сообщил президент Федерации Улукбек Омурзаков. По его словам, заявка уже подана и относительно того, будет она удовлетворена или отклонена, станет известно в ближайшее время. Ответим на днях. Два наших спортсмена стали призерами чемпионата мира, прошедшего на прошлой неделе в Макао. Толегон Рахман Берди Улу в весовой категории 65 килограммов завоевал бронзовую медаль мирового первенства. А Мустафа Рахматулла Улу в категории до 77 килограммов также занял третье место. У Кыргызстана есть все шансы провести чемпионат Азии в 2017 году. Мы планируем провести в Аше или в Бишкеке. Стадионы в этих городах соответствуют всем международным стандартам. Уже сегодня известно, что на чемпионат приедут спортсмены из 18 стран мира. Когда заявку рассмотрят и придет подтверждение, то начнем более тщательно выбирать место проведения первенства. До свидания.